проход нет сказали нет проход друзья привет сегодня 15 число сегодня событие международный день чая и сегодня мы будем говорить о чайной истории фавиона чая сегодня на садовой здесь вот забрался в такие места где прохода нет мне сказали проход нет ну в общем я вас приведу небольшую экскурсию по моей чайной истории заодно посмотрим интересные места которые я думаю что вам в такую промозглую погоду который сейчас здесь идешь сплошной снег лед я уже упал тут один раз смотрите подписывайтесь будет интересно да именно это место абсолютно точно случайным образом на него вышел надеюсь не случайно друзья мои мы находимся на фонтанке как раз вместе случайно наверное случайно вышли вместе где находится чайный дом это было много лет назад почти 20 лет назад я встретил человека который изменил мое отношение к чаю и вот чайный дом музей чая сейчас он называется да он находится здесь на углу как раз недалеко от метро синая на который мы вышли степан бандаренко семья смотришь спасибо тебе за то что изменил мое отношение к чаю на долгое время но история такова что достаточно длительная история а до этого я использовал как обычно 4 ложки часть сахара но и обычный чай который там это случилось где-то в 2002 году мы тогда перепробовали со слава кучи всяких поэров всевозможных зарытых и в результате но началось все на самом деле самого интересного чая который я до сих пор помню прекрасно я надеюсь что мы сегодня его найдем может быть не в этом месте это так называемая тача а так вот друзья кто соберется в питер в субботу воскресенье здесь работает музей чая рассказывает вообще как это произошло как в россии начали пить чай в экспозиции очень интересная там восковые фигуры есть поэтому соберетесь если обязательно дойдите до этого места я прикреплю метку где это находится но я сегодня купил себе то чу только в новой версии квадратным золотые шарики удобное для заваривания на по всей видимости микрофон мой заглючил но я пока машин нет расскажу вам вкратце историю этого моста в 19 веке вы пытались перестроить и вот эти башни которые в центральной части да они хотели перенести их ближе к дороге слава богу этого не случилось за всяких событий из-за войны потом его реставрировали но мало кто знает что на самом деле этот мост был разводным центральная часть пролета она опускалась поднималась поднималась как говорится сейчас вы видели мои видео смотрели насколько красиво это все вечером мы сейчас пытаемся найти ракурсы но сегодня я выбрался днем конечно я рекомендовал вам посетить этот мост вечернее время когда здесь подсветка совершенно фантастическое в этом году в питере и елка будет натуральная живая точнее 20 числа уже все это запустится поэтому я вам рекомендую но может уже с подсветкой поэтому вы можете кто вечером будет в этом месте посмотрите что это вообще за зрелище к друзья история нам говорит что в россии чай начали пить чуть ли не 17 века в это конечно я не верю абсолютно потому что чай и кстати многие не знают но на многих языках чаем звучит одинаково на китайском чах на турецком чай на греческом немножко похоже очень тоже чак поэтому на ну на многих языках и поэтому этот более древние название чем считалось и 17 век в греции например нет культуры так называемого классического чая там в основном заваривать травы но используется иногда понятие чая если вы просто завариваете что-то друзья здесь можно найти столько арт-объектов интересных цветных старая кирпичная платка поэтому я вам настоятельно рекомендую здесь и днем тоже побывать особенно для фотографов на друзья вот мы идем с вами по интересной улице которые с которой видно казанский собор огромное здание здесь огромное количество всяких разных кафешек можно найти и такую сырую погоду я думаю что чай афа и он еще обычно любил чай и кофе был всегда равнодушен хотя кафе и здесь тоже навалом ну в общем ломоносова ломоносовская линия одна из самых любимых линий думская внутри в детстве я здесь любил ходить здесь в принципе и фотомагазин здесь тоже находится там интересно посмотреть что-то необычное интересное абсолютно никого нет так что фотографы выходите днем здесь можно много чего у друзей одно из мест куда надо обязательно съездить в новый год здесь всегда представление это около русского музея ну вы знаете в общем приходите сейчас здесь такая ведь и снега немного и людей практически нет поэтому для фотографий это очень хорошее время но поверьте через некоторое время туристы которые приедут я думаю что будут посещать этот парк легендарные тут какие-то мысли были по поводу этого памятника у людей ну как вроде они просто вроде они тут даже проезжают какое-то время так что они работают еще пассаж видите какой нарядили мандарины мандарины и пассаж я друзья тут внезапно мне пришло сообщение вещь которую я планировал заказать из сибири но после по случилось после чего по случайности специальной срочно за ее выкупить съездить и будет целый цикл про новый вид фотографий который я уже записывал но забегая вперед не буду ничего говорить будет раз модером друзья за мной находится башня она на самом деле полая как оказалось хотя интересная конструкция в стиле модерн вы смотрели если мое видео про модерн наверняка обратили внимание что это интересный стиль его сейчас стараются разрушить но вот эта башня она до сих пор работает это на тихорецком так вот сегодня мы были с вами в центре где плитки очень много почему я про плитку был здесь плитки нет здесь сугробы вообще тут кругом сугробы но плиточный чай первый плиточный чай мне привез отец из средней азии еще в далеких 80-х годах вместе с книгами фантастики а вот второй плиточный чай который меня сильно изменил это китайский чай который меня подарил мой друг из-за байкалья его пьют с молоком ну соответственно эффект совершенно другой бурят его сплют некоторые виды кочевников пили его с маслом в общем этот вид чая мне очень близок и нравился всегда может быть поэтому я чайман а не кофеман можно так сказать наконец тишина что-то я эффект кстати чая сейчас наблюдается у меня очень долго прошел пешком и общем в городе как-то это не очень комфортно поэтому такой эффект легкий зеленого чая сегодня у меня на друзья синхронистично то здание которое рядом со мной я недавно видел во сне я вспоминал закончился эфир павионов серый сегодня видите повалил снег все-таки зима пришла то есть закончился этот непонятный период то что я говорил теперь будет все предельно ясно поэтому отправляемся в путь заодно посмотрим на что способна сигна и за 2000 fps fps друзья волшебный режим будем снимать начала вы должны понять какой уровень освещенности ну свет уже включили фонари но все равно достаточно темно это не так как я снимал чайный выпуск значительно темнее поэтому вы должны понимать что это действительно темно ну вот наверно понятно какое освещение фоне иногда вертикальное видео полезно в таких случаях чтобы увидеть масштаб ура зима зима снежные нежные выпуски теперь будет больше четыре часа на канале итак друзья что нужно помнить когда вы снимаете в такую погоду нужно понимать что вы должны поделиться какой вы хотите получить длину этих этого снега который вокруг вас то есть это короткие какие-то точки или заморозить его зависимости от этого вы должны регулировать именно выдержку режим приоритета выдержки держать в голове или во всяком случае если пользуетесь как я приоритетом диафрагмы вы должны видеть именно газа не выдержки я в этом варианте поставил чувствительность автоматическую посмотрим что получится что вообще из этого выйдет и насколько автоматика нам в этом деле помог важная вещь сейчас попытаюсь без вездефото показать вам в таких условиях обязательно нужна необходимость использования бленды потому что она закрывает от снега соответственно не дает обледенеть линзам всему остальному поэтому пользуйтесь ей обязательно она для этих целей выпуск выступает уже как противоросник ну я поставил автомат в первом варианте у меня кстати почему-то он замерил и за на 1000 поставил мне 1 25 типа я с рук сниму у меня в ps посмотрим что получится я думаю что наверно скорее всего будет не резко народ видите уже теряет рукавицы перчатки я тоже имею привычку терять рукавицы перчатки ну надеюсь в этот раз мне такого не таких условиях когда слабая освещенность нужно найти какой-то яркий фон интересный необычно если у вас ну один из способов да вот я такое место нашел здесь был забор теперь здесь выставили музыкальную школу я могу незаметно встать около крыльца сейчас подобие силуэтной съемки то есть это стрит контрастные огни ну и за счет контрастного света силуэты будут поскольку это съемка в монотон в первую очередь я сейчас поставлю принудительно на на тысячную ну точно я принципе автоматом я стоит принципе можно и так снять видите есть некая даже подставка который можно использовать дистанционно можно было отойти и но у меня по большому счету можно попробовать такой вариант сделать если вы за эксперимента давайте попробуем на срочку поставить и сделаем вид что мы ничего делать некий интерактив будет вертикально но я вот попробую сейчас не привлекая внимание как-то у меня стоит одна 1600 но я вижу что кадры не очень резкие то есть это все таки да надо сделать больше чувствительность но я попробую это вытянуть в дальнейшем фотошопе поэтому поставим знаете что поставим 2000 уже ставил давайте 2000 оставим посмотрим vps у меня стоит примерно примерно разъем выдержки наверное дробные секунды будут что там выйдет не знаю уж мы ко мне тут не засыпет снегом но будем искать какой-то интересный я думаю что участок прошла небольшая парочка с метелкой или там ли с какой-то непонятной то есть мне нужно сейчас дождаться момента когда еще кто-то пройдет мимо этого освещенного ряда я смогу сделать какой-то кадр ну я думаю что теперь видно что достаточно темно хотя iphone конечно увеличивает яркость но на самом деле сейчас очень темно поэтому то что пока показывает экран мне говорит о том что здесь еще типа тут видно на самом деле уже с фото пленкой уже проблематично было бы снимать на любой пленке даже 400 даже из 800 и вас пленки это только со штатива или получить нерезкие кадры ну кто смотрит за моими мобильными фото все семьи знать что я даже nokia снимал в таких услугах даже более серьезных но посмотрим что из этого выйдет сегодня и какой кадр будет сегодня возможным претендентом на explore который я ожидаю на этой неделе видите народ уже на санках покатился все уже используют вот эти часы которые очень интересны для меня друзья у меня не было плана сегодня быть в центре но сейчас конечно надо в центре снимать когда подсветка зажгется мы как раз с павлом сегодня говорили об этом поскольку я нахожусь не в центре сегодня не поеду я думаю что надеюсь что этот снег продлится какое-то время и за ночь они растают на самом деле кажется в лесу сейчас очень красиво но темно поэтому если будет у нас возможность мы конечно выберемся завтра туда я имею ввиду куда-то поближе к деревьям поснимаем этот снег который надеюсь что все-таки останется на этих деревьях мы сможем продолжить наш цикл про пейзажную фотографию ну арт пейзажной фотографии ну а сегодня наверное хватит